Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 39 выпуск 5 сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Выпуск поддержали финансово Брянский Лес, Пашу, Мистер Гниз, Стефан и Джейтекс. Огромное спасибо, добрые люди, за щедрые донаты, закрытую комиссию и доброе слово. Будьте здоровы! Шлю горячий привет в Норильск! Насчёт репутации Дикого точно сложно сказать, но я знаю точно, что штурман с Ришалой, со своей свитой, безжалостно расправляются даже с ботами Дикими. Наверное, если близко не подходить к боссу, то они отгоняют жестами. И если этот сигнал проигнорировать, то скорее всего они откроют огонь. Всем приятного просмотра! Сегодня, дамы и господа, я буду ходить на улице Таркова. Карту я знаю плохо, места спавна, предметов Диких, Челоботов, ЧВК я тоже знаю плохо. Так что строго не судите, будем разбираться по ходу пьесы. Однако, на улицах Таркова мне нужно что сделать? Пайнвуд убивать Диких, там, ЧВК и всё на свете, да? Подать сигнал жёлтой ракетнице во дворе отеля. Дальше, королевы соток снайпера на крышах, 10 штук, зелёный коридор, колонну и место засады обнаружить ревизия, пометить три страйкера, посылку забрать на почте, опасная дорога покинуть на такси локацию, перепись населения забрать в ЖЭК здание, там кое-какой список. И любитель балета, найти квартиру балетмейстера, но для этого понадобится ключ. Ключа нет в продаже, будем находить на локации, уже посмотрел, где можно найти. Иду с СВД, потому что у меня каратель до сих пор висит, квест, и чёрт знает, сколько ещё будет висеть. Жёлтый сигнальный патрон, зелёный сигнальный патрон и три маячка для страйкеров. Эх, подвалы, да? Подвалы, подвалы. Пошли наверх, у меня в подвалах ловить нечего. Так, значит первый спаун страйкера, который мне нужен здесь недалеко, кстати говоря. Вот тут он стоит где-то, а вот он. Метим. Пока упаду, пусть приживётся, чтоб мне потом сюда не нужно было возвращаться, да? Есть, отлично. Так. Дальше погнали прямо. О, это кто-то вышел или зашёл? Здесь же закрыта дверь, должна быть, по идее. Посмотрю машину. Второй страйкер в конце вот этой улицы. О, машина есть. Прикольно. Что предлагаю тогда? Страйкер пометить? А, у меня опыта не хватит, но выжил-вышел с локации, да? Чтоб потом мне машину не ловить. Можно было бы страйкер, а этот с вами на машине уехать. Чё-то подожду, посижу. Пока приживётся тоже. Так, есть второй страйкер. Уже неплохо. Блин, я бы хотел всё-таки выехать на машине, чтобы потом просто не охотиться за ней. Как-то странно свет подаётся. Он означает что-то? Выносливости нет. Сейчас хаяшка пролетит. Готов. Вот тебе и выход. Там шок-то-то. Ну, надеюсь, успею выехать. Это целый квест, короче, будет. Пока. Так, активность, конечно, бешеная на улицах Таркова. Один ЧВК был подстрелен в голову, и за счёт этого у меня выживание и выход с локации засчитаны. Опасная дорога квест мы завершили для терапевта. Выехали на такси с улиц Таркова. По ревизе улицы Таркова два страйкера засчитались. В одном рейде делать не обязательно. Значит, остаётся третий пометить, и выжить выйти с локации нужно будет. О, неплохо. Я зато сейчас ключик заберу. От перехода, который... Вот он. А то он не продаётся, зараза. А теперь он у меня будет. Зашибись. А может сразу топануть туда? Не туда пошёл. Ой, это же здание этого самого. Жек. Мне же тут тоже надо забрать кое-что. Посылку. Не посылку, а список этих жильцов. А вот где он? Фиг знает, да? Да, незнание карты сейчас со мной злую шутку будет шутить. Тут нет. О, ядра на ваш. А где он есть-то? А, вот он. Ну, это дикий, скорее всего, да, лазит тут. Убежал. Убежал. Пойдёт. Так, мне же ещё надо страйкер пометить. Ну, у меня уже квестовый предмет есть. Неплохо. Как бы мне отсюда торнечко свалить, а? Так получится. Надо было другой прицел поставить. Гибридный, который. Отсюда мне надо. Вот так вот. Вот так вот. Вот, под задачу. Любитель балета. Отсюда можно было бы попялиться, да? Нифига там толпа. Блин, вот жалко, что у меня сейчас нет этого самого прицела. Твою мать. Ну, понятно, что голова-глаза, но оттуда, походу, очень хорошо прям видно это окно или чё. Тем не менее, любитель балета квест у меня засчитался в выполнении под задачей. Осталось только выжить в эти с локации, и я смогу его закрыть. Также на улице Тарково, СВД собрал, теперь у меня будет такой прицел. И оптика, и коллиматор сверху. Хорошая позиция, хороший, блин, шанс там был. Я даже не знаю, может, там истометровочка светила мне, но не попал. Да и в прицеле там чёрта с два чё разглядишь, если честно. По силуэтам стрелять только. Так, я теперь сам в отеле, да, Пайнвуд, или чё это такое? Получается. О, страйкер, прикинь. Вот это везение. Прям перед квестовым этим. Получается, если я сейчас выйду с локации, то я два квеста просто закрою. Но опять же пробежка будет, получается. Опа. Попал. Не попал. Или попал. Что это, мусор? Брат, доставай боевую. Туда её. Здесь же жёлтым пуляем. Бам, под задачу. О, и этот идёт. Один передо мной, один слева. Нормально. Нормально. так и мне же не свалить теперь да я даже не имею представления где они могут быть карту вообще не знаю по дереву слышу крадется где-то так а вообще у меня выход передо мной примерно да вот точно зона эвакуации это где а а а а а Впхи. Ага, он уже здесь. Ага, он уже здесь. Вот прямо вот здесь где-то за стенкой. Кажется. Ага. Ага. Есть кабанчик. Ага. 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 Пока здесь мне особо-то что-то и нужно. Мне вон туда надо. В эту сторону. Куда-нибудь сюда, что ли? Или нет? А, нет. Кого? У меня вон туда надо мне. Ее упало. Или нет? Да. Все правильно, все правильно. Вот она колонна. Получается. Это же она вроде как. Похоже на то. Да, это она. Так, вот он, Lexus. У меня вот сюда. Так, отлично. Отлично. И теперь в эту сторону мне. Не пойму, там был кто-нибудь. Карта визуально тяжело еще воспринимается. Мало совсем я тут поиграл. Куничный уже. Ну, хотя бы не заблудился сразу уже. Хорошо, да? Офигеть. Еще чуть-чуть и хана мне. Так. Тут мне нужно письмо. В этом помещении. Пока по луту не упарываюсь. Потому что я элементарно не знаю где-то что. Так, попутно, если что-то будет. Еда. Так, и где-то здесь должно быть письмецо. Заказное. Так, тут нет нигде. Печально. Я других-то мест спауну и не знаю. А, вот оно. Нет? А, нет, это сумка. Где-то тут, муж? Тут в офисе, муж? Сушняк. Опа. А там кто-то бегает. Блин, я тут как подсвеченный сижу. Сюда, что ли? Возможно тут, да? Блин, проблема. Я не знаю, где письмо. В картотеках точно его нет. Фу, ты ядреный корень. Ладно, придется искать тогда. Какой-то я посмотрел. Может, тут? Так, а кого-то видел, я чуть не понял. О, кто-то на письмо. Я думаю, это дикий. Так, мне теперь надо в здание ЖЭК попасть. Опа. А, чувак. А, нет. Может ли это быть этот челобот? Рановато, я думаю, для челобота, да? 42 минуты. Это ничего не важно. Вон здание ЖЭК. Чуть левее. Блин, ты челобота у меня не нужен вообще. Ну как, нужен. Но не нужен. Да, ядреные ваши заборы, мать их, понаставили. Да, ты че, серьезно? Блин, опять я помер просто из-за того, что карту, не знаю, уперся то в один забор, то в другой забор. И вот так вот оно и будет продолжаться, пока опыта не наберусь на этих улицах Таркова. Но благо, что зеленый коридор мне теперь не нужно на колонну идти, на место засады обнаруживать. Это обнаружено, остается еще и здесь. Теперь выйти, выжить с локации. Короче, если я выживу сегодня на улицах Таркова, то я закрою квесты 3-4. Так, а теперь мы где? Теперь мы... А, опять на этом. На этом самом, да? На Пайнвуде. Зона подачи сигнала, мать ее, обманчивая. Так, значит, нам в эту сторону, через улицу, и там делаем свои дела. Что тут у нас тишина? Вон почта. Все, пофиг, погнали, прямиком. Все равно я не знаю, тут маршруты опасные и безопасные. Для меня тут сейчас все опасно. Справа, что ли? Возняк какая-то. Так, вот здесь я в прошлый раз забирал письмо. А, ну там же. Чик. Снайперы отсутствуют. И нам теперь... Вжег. Ну, я понял примерно, как тут... Что, почем? Устроено. Ого. Тут-то был, что ли? Или нет? Так, нам нужна книга переписи, да? Журнал, точнее, переписи. Где он есть, непонятно пока. О, нет. Вот он. Тоже на месте. Зашибись. Так, теперь... Теперь мне надо выйти с локации. Два предмета я забрал. Двор, колодец, говорят. Выход на такси. Зона эвакуации. Упавший кран. Улица Климова. Упавший кран. В принципе, недалеко. Может, попробовать на нем выйти? Блин, ну там это самое же, да? Самая вкусная полута улица. Попробовать рискнуть. На кран сходить, упавший. Попробовать там выйти. Ключ на месте. Ну, он мне не нужен. Что такое? Ладно, заберут. Я думаю, кому нужен, будет по-клесну. Под лутаться бы, по-хорошему. Хоть что-то вынести. Ну, зараза, и квесты охота закрыть. Целая куча квестов висит из-за того, что я не могу выйти с локации. Да, это тоже малоприятно. Не слишком бы рано выйти с локации, чтобы пробежки не было. Кого-нибудь подстрелить бы, по-хорошему. И как назло, ни одного дикого нет. Там возле крана так-то можно полутать чуть-чуть для опыта. Вот она, эта чеканная. Частенько возня, да, происходит? Это кто-то опал дикий? Да. Вроде как дикий. Пойдём. Фрызы лютые. Пойдёмте. Здесь телевизор можно посмотреть, не включать, но посмотреть можно. И вот ты теперь лежишь тут? Опасно так. Вон он, вон он, вон он! Ага. Понял. Дикий где-то там. А где? Я так и не понял. Подтягивайся, братан. Что ты где? Блин, я не вижу его. Блин, я его вроде и вижу, и не поймаю, где он. А он меня видит прекрасно вообще. Сейчас всё вокруг на уши поставит. Я не вижу. Пипец. Просто дай выйти меня. А где он? А, вот он. Всё, зашибись. Можно выходить, да? Где-то вот здесь выход, вроде. О! Фух. Всё, я выйти хочу прям сильно. Прям много квестов на кону. Наконец-то я выжил. Ну вот, 10 минут, 990 опыта за пару диких. Время самого приятного. Пожинаем плоды. Зелёный коридор квест мы закрыли. Обнаружили колонну на улицах Таркова. Место засады выжили, вышли с локации. Нашли заказное письмо на улицах Таркова. Передаём его и закрываем. Квест вам посылка. Выдаёт теперь квест прапор Слава КПСС. Найти квартиру знакомого прапора на улице, на локации улицы Таркова. Это надо в чеканную буриться. Терапевту нашли журнал с информацией о жильцах. Передаём. И закрываем квест перепись населения. Выдаёт теперь квест городская медицина. Поэтому квесту нужно обнаружить химлабораторию на локации улицы Таркова. Нашли и пометили три страйкера маркером. Выжили и вышли с локации. Значит, ревизия улицы Таркова. Миротворцу тоже закрываем квест. Выдаёт теперь квест худшая работа на свете. Убить любого противника из штурмовых винтовок серии Р-15 на расстоянии более 100 метров. 30. Нашли квартиру балетмейстера. Выжили и вышли с локации. Любитель балета тоже закрываем для барахольщика. Выдаёт квест меломан. Нужно найти место встречи музыкантов на локации улицы Таркова. Раз планы на сегодня за Чевека я выполнил, я хочу прогуляться в лес за дикой. Потому что денег у меня всё меньше и меньше. Много у меня уходит на сборки эти СВДшные. Немного сливаюсь, по крайней мере, в последнее время. Поэтому за дикаря в лес я хочу поискать стройматериалы и попробовать найти вазу. Пойду в сторону затопленной. Хотя посмотрим, какой спаун будет. Там сориентируемся. Так, Индар. Граната только имеется, говорит, из всего арсенала. И я... И я... Недалеко, короче, от МЧС, да? По выходам бункер-шмункер. Ну да. О. Стройматериал. Один есть из пить. О. Инструменты. Не пойдёт, говорит. Чё тогда, на МЧС заглянем? Или как? Через деревню. А, нет, ниже ценности надо посмотреть. Всё, понял. Тогда стройматериалы посмотрю на МЧС. И пойду... По местам спавна ценностей под самолётом посмотрю. И залезу к снайперу туда, наверх. Там вазу-шмазу это всё добро глянем. Если ничего не найдём, то тогда можно будет на затопленную двинуть. Я думаю, времени предостаточно будет. Тем более, что у меня на той стороне есть выход. Если чайвыки меня не подрежут. Ну, или другие, не другие. Но всё успеем быстро, не спеша. Свои-свои, шарец. Найти Лидикс я уже тут и... Не надеюсь, на самом деле. О, вот это бы я домой забрал. Бам, а петь нету ничего. Это тяжёлого у нас будет. Давай, что там у нас? Продовольствие. Водичку давай. Пойдёт. Вот тут у нас тренд. А, это медный, по-моему, контейнер. Точно. Техснабовские. Там два штуки есть, так что... Всё, огонь. Блин, надеюсь, он не застрелит меня. Не его работа, надеюсь. Лучше я вряд ли что-то найду, да, по аптечкам. Блин, у меня чувство, что он меня застрелит. Отвечаю. Поверия нет. Электроника. Инструменты. У меня стройматериал. Вообще не то. Блин, я думал, без проблем тут сейчас найду всё. Это продовольствие у нас. Заберём домой. Тут я смотрел. Это медобеспечение. Фига себе, не думал, что стройматериалы проблемой будет найти. Офигеть, ну. Ну и ладно. Гвозди, обычно эти саморезы никто не берёт. И как грязи тут они лежат, никому не нужны. Только мне понадобились всё. Пусто. Стройматериалы хорошо можно ещё, я считаю, так найти. В макотеджах. Там в сараях. Вот это вот всё. Может туда? Ну давай, сначала я посмотрю скалы здесь. Тут пару тайников. У меня ещё стройматериалы в Забехе, возможно, есть, да, стройматериал. Мне так времени не хватит. Но на самом деле, если я всё захочу посмотреть, 20 минут у меня всего лишь на всё. Что-то, судя по МЧС, может быть, наоборот, мне действительно пойти. Отстроим электроника. Может, действительно мне пойти в затопленную? Что-то мне подсказывает, что там, возможно, есть лут. Стройматериалы ещё на старой, здесь лесопилки же можно глянуть. Это чё такое? О, стройматериалы, второй есть. Так, глядишь, и само по себе по пути найдётся, да? Ну как в прошлый раз получится. Три предмета всего. Я не чёрт знает где. Выход у меня есть ещё на мосту диких, да? Дикий мост. Тоже так-то не самый плохой вариант. Блин, тут нифига. Это у нас спираль электроника, да, по-моему, я осмотрел, точно. Всё не так. Ладно, я всё-таки ценности гляну. Мне важнее всё-таки вазу найти, я так считаю. Посмотрим самолёт под самолётом ещё. Есть один тайничок у нас, да, на скалы. И со скал, в принципе, можно будет и на коттедже долануть. Если стройматериалы не найду, а если найду, можно будет. Или можно сразу же пойти. На затопленную. Вот это вот можно было бы, да надо бы, да и чё, туда, да сюда. Стройматериал. Чё, не наш, что ли? Чё, вот на выход пошёл. Слышал стрельбу уже на коттеджах, я думаю, там делать нечего. Слева лежит. Ага, понял. Всё, ну нафиг. Посмотрю здесь, короче. Посмотрю скалы и пойду на затопленную. Не вижу вазу. Там на скалах ещё 3-4 тайника, кстати, есть по пути до этой самой, до затопленной. Было бы очень даже хорошо их посмотреть. По времени 15 минут. Эээ, не успеваю я, короче, посмотреть. Затопленную, как положено, 100%. Ну, будем надеяться, что у нас сейчас здесь ваза будет хотя бы. Да, чёрт ТОС-2. Да не лутано уже хотя бы что-то, да? По-эс-пресс. Тут чё? Ты шо я яичко нашёл? А, это часики? Ни фига. Нормально. Ну и ладно. Бабосиков вынесем. Здесь всё хорошо будет. Чё-то не улетел. Сейчас перелом вообще не в цвет. Тихо-тихо, чё ты подтворяешься? Нормально всё. Четырнадцать минут. Да, в принципе, я успею. Даже если просто по тайникам пойду, я думаю, что я успеваю. А, у нас же техснабовский ящик наверху здесь есть. Эээ, нормально. Сейчас найдём. Как пить дать сейчас найдём, добро? Вон он. Чик. Инструменты. О, скотч в стройматериал, считается. Один есть предмет. Да, ещё скотч или изолента. Бам, пассатижи, инструменты. Плоскогубцы, то есть. Тут был тайник. А вот Гиде непонятно точно. Тут у нас есть что-нибудь? О, ещё ящик есть. БП. БПХи стрыхнуть, чтобы одна ячейка была, да? Чик. Пекарь, имеем. Ну да, стройматериал. Хотя бы, ну не зря. Всё это было. О, стройматериалы. И стройматериалы. Всё, зашибись. А, это, оказывается, сварка холодная. Она и есть стройматериал. Всё, отлично. Дейлик у нас в кармане. Есть кое-что по луту. Можно попробовать выскочить, короче, на это, на затопленную. Там под лутация ещё малёха, да? Только ноги не сломай, пожалуйста. Только ноги не сломай. А то он на этих косогорках. Всё себя переломает. Ладно, вот эта большая гора у нас, как ориентир. Ориентир, что там затопленный у нас. Затопленный хутор. А, я понял, где. Тарков, дай вазу, родненький. Очень надо. Не даёт. Вот таким образом мы обошли стрельбу, которая была на этих самых, на коттеджах. Коттеджи там остались у нас позади. И незаметно внедряемся на затопленный хутор. Не залезу, да? Вот здесь, кажется, хочу залезть. Есть. И времени как раз хватит мне обладать всё это место. Красный таймер уже. Где есть гунны? Не здесь. Не в лесу. Опа, очки. О, хорош, хорош. Пойдёт. Ха, ну чё, нормально? Дикий обычный. Шут не обделался бы. Золото имеем. Давай через левую сторону. У нас здесь есть спаун. Драгоценности. А-а, серебро, говорит. В тайниках так-то тоже есть шанс нахождения вазы. 8 минут. Ну, ладно, я этот тайник тогда смотреть не буду. Ту сторону облапаем. Чистоган. Чё, золото. Золотой рейд получается. Чё-то, чё-то. Буду бить аккуратно. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Свои. Вот тут у нас ещё спаун. Добра. Отвёртка. Демонстративно так питонит. Кому тут пизды выдать? Ну чё, неплохой день, да? Чётко всё. Ё-моё, чё, нету, чтоли? Княва. Лёва. Вот искал бы льва, чёрт из-два бы я его нашёл, ей-богу. Сейчас ещё пункт питания глянем. Время есть? Пять минут. О, у меня ещё и бункер есть, всё нормально. Я тогда оттуда начну спящего, тайник, пункт питания, бункер сам. Вот, примерно оно вот так и происходит, да? Если одно направление залудено в хлам, то другое, в принципе, богато даёт. Пугай я заберу. Пугай я заберу. Да, получается, эта сторона вообще не лукана. Опять-нам, я закручиваю Also Zhonya. По своё, consumo, возьму лайк. П尽 spectrum, やзstein Wayne понимает. я даже не твой. последний шанс последняя надежда на бункер наши шарятся на вашу это дикий вроде бот имею ввиду вот это по моему челобот похоже на то нету блин жалко что можно отсюда выкинуть вот это выкинуть вот так вот сделать ну чё шкура цела уже неплохо жетон ну и все в принципе ладно пошли домой водички нашли лута на продажу более чем достаточно нашли я думаю еще и дейлик закроем час вот я индейц в итоге я короче стройматериалов знаешь сколько вытащил 4 только стройматериала я что-то сделал неправильно какой-то из предметов выкинул походу сам себя обманул получается выдает мне механик квест оружейник часть 21 здесь нужно собрать целых две пушки теперь это m700 болтовка и пистолет к нему дикий мне принес примерно полмиллиона денег давай тогда сюда и вложим их зато сейчас кучу опыта получим погнали собирать все готово собрал m700 у меня получилось вот такого примерно плана пистолет же получился вот такого плана примерно такие сборки можно сдавать передаем механику болтовку и передаем пистолет все оружейник часть 21 мы закрываем на сегодня у меня все всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился благодарю за вашу поддержку за пальцы вверх за добрые комментарии всем приятной игры и хорошего настроения до следующего выпуска до свидания